Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 10 мая, день Симеона, назван в честь святого апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. Симеон был причислен к лику 70 святых апостолов и наравне с другими проповедовал учение Христова, переходя из города в город, наставляя и творя чудеса, просвещая народы в истинах святой веры и изобличая языческое идолослужение. Святой Симеон, уже достигший столетнего возраста, схвачен был нечестивыми язычниками и после долгих мучений был распят на кресте. В народе этот день называли Симеоном равнопашцем и добавляли поговорки. Рано пар паши, урожаи будут хороши. Рано паши, не ленись, будешь с богатым урожаем. В эти майские дни начинали вспахивать поля, работали в огородах и садах. Сели хлеб только в прогретую теплую землю. Температуру определяли просто, положив к земле ладонь. И если она теплая, то проводили посев. В холодной земле семена могут сгнить, а потому с посадкой предпочитали подождать. В народе существовала вера в то, что если сегодня хорошая теплая погода, то она обязательно принесет выздоровление больному человеку. Приметы. Если гром прогремел до сегодня, поют жаворонки, лес зазеленел и лягушки квакают в болотах. Пришла пора землю пахать. Сильный дождь сегодня верная примета к урожаю ржи. Листья березы полностью развернулись. Следует сажать картофель. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok